Хоть за окном немного потеплело, но до лета ещё далеко. Понятно, что в зимний период как никогда хочется тепла в квартире. Но Валентина Владимировна уже без особой надежды проверяет батареи. Вот, холодная. Это вот, знаете, даже нетоплёное молоко. Я уже плачу. Так, практически со слезами, Валентина Владимировна каждый день обзванивает все возможные инстанции. На звонки, как признаётся пожилая женщина, уходит весомая часть небольшой пенсии. А ответа не всегда и дождёшься. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Ну, это сейчас долго будет. Но если и есть ответы, то результат пока не ощущается. Как было холодно, так и есть. Тяжелее всего, по словам женщины, ночью. Как будто в это время отопление отключают вовсе. Вот я ложусь вот так. Да? Вот так вот. Ой, холодно. Вот так свернусь калачиком. Вот так. Вроде бы заснула. Потом среди ночи вот так вот рука высунется, я не могу разогнуть пальцы. Вылажу. Не тапочки, а вот это одеваю. Сапоги. Не могут согреться и в соседних квартирах. На холод, в общем-то, жалуется весь дом. Очень холодно. Люди первых этажей замерзают. Особенно третий, четвёртый подъезд, нижние этажи. У нас холодно. В этом году вообще как никогда. Мы ходим как ёлки одетые. С первого января мы все бомбим. То есть, а до этого было, да? Ну как? Терпимо. Горячих не было. А это что это? Это что это? Язык положи всю ночь. Не обожгёшься. Как объясняют в управляющей компании, при морозе в минус 20 градусов, как было ещё в начале недели, вода в батарей должна поступать буквально кипятком. То есть, с температурой 100 градусов. Но, как показала проверка, она была 88-90. Почему параметры снижены, совместно выясняют в ДУКе и теплоснабжающей организации. Было выявлено в ряде живых помещений, что там температура ниже нормы. Поэтому будет выработан план работ в дальнейшем для того, чтобы температура в квартирах жителей была в соответствии с требуемыми параметрами, была комфортной для проживания. Свой запрос в ресурсоснабжающую организацию отправила и телекомпания ННТВ. Мы будем следить за ситуацией в доме. Татьяна Переводчикова, Василий Лысков. Время новостей.